Ты подписал контракт и сразу же вылетел в Любляну для того, чтобы потом добраться до Филлаха к нашей команде. Какие мысли тогда были в голове, когда я летел в самолете? Мысли проносились такие, что я делаю серьезный шаг и нужно быть сильным во всех планах, и ментально, и физически, быть готовым ко всему. И сейчас как-то уже легче смотреть отсюда на ту ситуацию, но когда ты внутри той ситуации находился, я просто реально не понимал, для меня это было как в тумане, знаешь, все происходит. И слава богу, что этот момент прошел, и все достаточно хорошо. Почему все равно настолько было все как-то волнительно, что для тебя это такой новый шаг? Потому что это резонансный такой какой-то переход был. Можно сказать то, что за «Спартаком» как бы следит большая армия болельщиков, и понятное дело, что хочется как бы перейти и показать все, что ты можешь, потому что за этой командой постоянно следят, и очень много обсуждают ее вообще каждый день постоянно, что-то, какие-то новости о «Спартаке». У меня вот близкие люди, да, достаточно часто что-то читали про меня, но сейчас я их убедил, что этого делать не надо. Лучше пусть меня спросят, я им расскажу, если что-то интересное. Встреча с Каррерой первая, помнишь? Ну, встреча, да, встретились мы в гостинице, как раз он меня ждал, и не знаю, просто он поприветствовал, сказал добро пожаловать, и потом мне нужно было бежать в номер, заселяться и уже там готовиться, потому что тренировка все быстро происходила, я же говорю, все в тумане. Утром самолет, прилетела новая команда, новый тренер, сообщение, все вот так со всех сторон, и просто вот эти дни, как-то 3-4 дня, это вообще какое-то непривычное для меня состояние было, а потом уже как-то легче, легче, и все потихоньку наладилось. Уже новичков у тебя уже был? В предпоследний, по-моему, день на сборах у нас, нам разрешили поесть пиццу, и, ну, как момент такого, знаешь, десерта был на сборах. У нас есть в команде какие-то определенные моменты, когда человек, пришедший или переподписавший контракт, может взять на себя инициативу и предложить всей команде сходить в ресторан и оплатить счет за всех, например. Ну, я эту процедуру уже прошел, поэтому все, слава богу. Это вот недавно там было. У тебя нередко сравнивают с Ромой Зоблиной, с ним больше всего общаешься? Да, с Ромкой больше всего, как бы, общаюсь, и даже читал, да, где-то в комментариях, что мы очень похожи с ним. Как относишься к этим сравнениям? Обсуждаете друг с другом? Нет, кстати, на Ромку Зоблиной этот с Аней Ломовицкой очень похож, и не раз уже такая ситуация была, мы где-то в аэропорту, или где-то еще подходит и говорит, Рома, а можно с вами сфоткаться? Потому что, ну, в профиле он очень сильно похож, и он так смущается и говорит, да я не Рома, я не Рома. Есть ли кто-то из спартаковцев, кому можешь спокойно позвониться в 3 часа ночи? Нет, такой ситуации еще не было, потому что мне сейчас приходится действительно рано вставать, и что в 3 часа ночи кому-то я звонил, такого не доводилось. Но я думаю, что если такая ситуация случится, я смогу набрать, я думаю, Джики. Почему он виноват? Ну, Джики меня очень хорошо принял, он очень такой веселый и ответственный парень, и, ну, я чувствую, что если у меня будет какая-то там сложная ситуация, то я могу к нему легко обратиться. В Джике очень нравятся машины, хотя я не сказать, что какой-то большой фанат, но можем обсудить и машины. А родители уже приходили на какую-нибудь игру? Да, родители вообще на всех домашних играх были, и им тоже очень понравился стадион, атмосфера, и я помню, когда я дошел в бар после игры, который находится на стадионе, и, ну, мама сказала, что тут вау, просто атмосфера, и все очень удобно. Поймал себя на мысли, когда был матч с пауком, я был стартом в составе, и выходили из-под трибунки, у меня такое ощущение сложилось, что я как будто в компьютерной игре нахожусь, вот картинка такая настолько идеальная, что идеальное поле, полные трибуны, идеальная атмосфера, и как будто даже не верилось, что это по-настоящему происходит. Не хватило единственного одного гола, чтобы пройти дальше, да, обидно. Матч с Оренбургом, какие ощущения? Ну, ощущения очень приятные были, потому что во время разминки даже, ну, я был не стартом в составе, и разминался на поле, слышал, когда подходил ближе к трибуну, то, что болельщики меня приветствуют, тепло, говорят, какие-то добрые пожелания, и мне было очень, ну, дико приятно, но в особенности этот момент, когда я вышел на поле, и, ну, многие болельщики меня очень хорошо встретили, просто отдельно благодарны за это. Лучший момент состава сезона? Ну, наверное, то, что мы набираем очки, то, что у нас хороший показатель по результатам, мы не проиграли ни одной игры в чемпионате, и я надеюсь, что это будет продолжаться как можно дольше. Когда ты последний раз грусти? Ну, не знаю, чтобы вот прям какая-то тоска, грусть, вот не помню, что в последний раз что-то такое серьезное было. В целом, как-то стараясь ядопатно на все вещи смотреть, и, ну, стараясь грусть обгонять, и думать больше о позитиве. Не могу не спросить про «Динамо», наверняка была бы важна для тебя игра, но так сложилось, что ты не смог принять в ней участие. Ну, да, вот, как раз ты говоришь о грусти, вот, наверное, этот момент, когда, ну, после обследования сказали то, что это займет, там, условно говоря, неделю, и я пропущу игру. Вот у меня в этот момент как-то проскочила такая грусть, но надеюсь, что все к лучшему. Впереди матч с «Зенитом». Что ждать от этой игры? Ну, ждать, могу сказать, то, что команда будет просто биться, умирать, не на стол, а на 200%, потому что все понимают, что это противостояние, можно сказать, двух столиц, двух таких идеологий, да. Очень нужен гол, да? Ну, и голы, голевые передачи, все, что нужно для крайнего полозащитника, я обязан это делать, и я надеюсь, что в скором времени я покажу. Не хочу себя ни в какие рамки ставить, потому что твердо уверен, что если ты правильно относишься к своему делу, не обманываешь ни себя, ни других в плане каких-то футбольных вещей, то все воздастся и все будет хорошо.